Друзья, я рад вас приветствовать на канале SKRD Offroad. С вами Константин и мы находимся на втором дне шестого этапа чемпионата Краснодарского края по трофи-спринту. Отличная погода в конце сентября радует. Я надеюсь вы посмотрели первую часть первого дня получается этого этапа, где были лютые стандарт, стандарт про, конечно был шоу туризм лайф и сложная Нива открытая. Если не посмотрели, то посмотрите сверху, будет подсказка, можете перейти туда и посмотреть. А это собственно логическое продолжение этого этапа. Сегодня у нас туризм, спорт и экстрим. Трассу еще изменят, она будет еще более сложная, будет более мокрая и эти категории в целом они менее насыщены по к воруму, но тачки уже на уровень выше. Поэтому присаживайтесь, запасайтесь вкусняхами, печеньками, жиденьким чай-нибудь вкусненьким и приятного просмотра. Эта часть будет конечно немножко покороче, чем первая, но тем не менее не менее интересной. Сейчас заходим в техпарк, посмотрим машины и потом уже пойдем на трассу. Всем приятного просмотра, погнали! Видим новых участников, которых не видели вчера. Вот пацаны на злой резине. Гризли, Шевик удобная, но молния не участвует. Титан выкатил прототип свой, сегодня участвует. Вот его все рассматривают, обглядывают, пощупывают. Два мотора вертикалка, всем доброе утро со вчерашнего дня. Это, если что, бывший Шевик, который участвовал в том году. Вася Ставрополин, Велик Новороссийск, Барбос, не знаю, географический. Ну это вот спорт, Акашка, Барбос Экстрим и Бамбаби, также Экстрим. В общем, как-то так. Ну и вчерашние призеры категории туризм лайт. Что-то это, у молнии не хватает резины, по-моему, недочет. Сняли что ли в ночь? Будете ж просить все равно. В общем, у Титана сделано, как у Виталика. Вот получается кулак Нивы, скрещенный с бортовым УАЗа на приводах, а рычаги самодельные. Видите, то есть не ровно получается, идет для увеличения клиренса шаровые от Нивы. Привода Титан сам делает, гидрообъемное рулевое у него, лонжероны все шевиковские, усилены, переварены. Вот, так получается выдвинут, то есть может залазить на стенки. А двигатель Нива доработанный турбовый. Вот, если вот так вот примерно, да, понимать, то узнаются ощертания шевика. Все такое в аутентичном стиле, ничего лишнего, электрика сверху. Расширительный бачок для, получается, пневмосистемы. Каркас проварен, охлаждение сзади, АДЖМ радиатор, винты, спаловские винты. Вот, свет на зад, бак стоит. Такой вот. Ну, и лебедка двухмоторная. Едет она, тянет она. Отлично. Стоит Титанат на 9, 2. Два Титаната, два Паршайс получается. Ну, да, два Паршайс, все правильно. Сзади просто военный УАЗовский мост на А-образнике. Карданы, так понимаю, переделанные там УАЗ Нива. Раздатка закрыта там, раздатка Нива, коробка Нива. Все это сделано вот так вот. В общем, вот такая вот котлета получилась. Сегодня первый боевой выезд. В лесу обкатывали. В гонках первый раз сегодня в таком пути. Извините за ветер. Вот сегодня такой же. Категория туризм. Открывает у нас шея Нива. Удобная. Отличная траектория. Закрыли, получается, вот здесь один. Ну, легенький. Тут уже его срезали, получается, туннель. И тот дальний, получается, тоже срезали. Оставили, грубо скажем, только большую ступеньку. Вот в последнее время замечаю, что вот этот якорь почему-то не работает. Вот особенно на этой трассе якорь не работает. Вот вчера Целинский якорь работал отлично. А этот вот он почему-то как его плугом работает, но толку нет. Отходи. О, тут терки между своими прошли. Александр, злая зая, который... Не знаю, вот нормальное место, да. Там ступенька, да, очень сильно. Удобно. Якорь зацепился, спокойно выезжает. А там нурголит. Да. Итак, экипаж Chicago Bulls за рулем. Алакаев Нурголи, КБР-07. А штурман у него Макс Киров, который участвует в Tourism Light. Фокс 4х4. А зачем у них якорь в машине? У них якорь всегда в машине? Ой, ёд. Там не только по-другому. Итак, удобная выезжает. Первая. Без потери пока позиции. Так, Лобинск. Мамба меняет траекторию. А вот Ахмат из КБР. Хорошая попытка, но там все равно слишком большой уклон. Машина садится на центр, на раздатку, так сказать. Но будет еще раз пробовать. Так, а вот цилиндрский якорь работает в этом грунтах. Вот прямо отлично. Спокойно. Что-то гладцает. Я пока смотрел, как работает. Так, приехали медведи. Но нам пока не до них. Нам интересно другое. Еще и в сторону шторкеля перевернулся. Так, Нургали получается выезжает. Медведи и Мамба будут лебедиться. То есть на равных сейчас стоят. Подъезжает экипаж Гризли. Штурман сразу выходит. Смотрит, какая траектория лучшая. Этот туннель у нас закрыли. Так, медведи четыре на четыре выезжают. Быстрее, чем Мамба. И даже Гризли за ними выезжает практически своим ходом. Но это очень хорошо. Ахпа берет блок. Для того, чтобы легче было тянуть. Да, ситуация неприятная. На первом круге поторопиться. Надо было лебедиться. Он так хорошо заскочил. Экипаж Гризли очень быстро проходит это препятствие. Очень быстро. Дальше они уезжают в Камыши. Там Эско. И потом на подъем, который заливают водой. Здесь у нас тоже изменения по трассе. Спуск вниз. Там лужа. Она легко проезжается вперед. И то мы будем тут выезжать, а теперь через лужу и на подъем. Он очень рыхлый. И после лужи будет очень скользкий. А вот здесь будет интересно. Ну, первым экипажем здесь просто. Дальше будет сложнее. Эх, не тянет. Длинная, длинная коробка. Ну, Нургалин и его машина не знают, как с ней ехать. Тем более на шестнаре. Не раскручивает шестнарь. Нет, не зов. Ай, ай. Давай, давай. А вот восьмиклоп едет. Вот так. Немножко сцеплением. Наверное, вот это сцепление воняет. А восьмиклоп едет. А шестнарь не крутит. Нет, не зову шестнаря. Его надо раскрутить. Че, Макс, давай. Давай. Нету низов. Не хватает. Не может привыкнуть Нургали к машине. Шестнарь не едет. Что, что, что? Вот так. Ну, по прямой зато едет. Шевик мощный. Прошло уже минут 10-12 гонки. Ахмат по-прежнему колесами вверх. И я думаю, для него эта гонка окончена. В туризме точно. Так как машина лежит на шноркеле. Я думаю, сегодня он больше не поедет. Мамба. Блин, как лучше вам рельеф передать. Вот просто отвесная стена. Будет попытка заезжать? Некоторые экипажи заезжают своим ходом. Нет, тут, скорее всего, лебедки сразу. Это первый? Нет, второй уже. Первый, первый. Почему? Чтобы я не стал. А, да? Да. Машин дымит. Поход на дровах. Сань! Колеса туда. Не тянешь. Жжет цепление зачем-то. Пытается ехать. Помогать лебедке, но... Ждал я удобную на горке. А удобная решила, что ей три колеса будет достаточно. Резины, точнее. Диски-то все на месте. А вот покрышка одна в багажнике. Рулежка страдает, проходимость страдает. Оно, считайте. Оно, считайте, жарит. Ошалеть! Печальная печаль. Ахмад до сих пор стоит колесами вверх. Очень грустно. Не могу до сих пор перевернуть. Так, опор, якорь. Шестнарь стоит на якоре. Походу, не работает лебедка. Судя по всем моментам. Замкнули лебедку. Нормально. Вот такой вот сегодня скучный туризм получился, что сразу на первом круге много сходов, много технических проблем. Поэтому ждем сейчас. Едут пару экипажей. И все. Будем ждать спорт. Удобная приезжает на очередной круг. Также на диске. Экипаж не унывает, веселится, улыбается. А у вас, я так понимаю, хотят вообще перевернуть через крышу. Там едет гризли. У него что-то тарахтит. Он лебедится. Видимо, порвал машину. Но едет. Гонки еще примерно минут 40. Наверное, 45. Из колеса. И надо так колесом наехать боком, чтобы он зацеп этим колесом был вот так вот. Вот. Чтобы то колесо висело, а вообще вниз уходило. То есть еще бы. Я бы вот еще, получается, правее отодвигал, чтобы машину вот поднимать этот край. У Коли порванный, походу, мост. Бонар или А-образник, что у него? У него мост, получается. Машина стоит, мост вправо уехал полностью. Страдание штурмана без бутс. В очередной раз, извиняюсь за ветер, но я ничего не могу сделать, ребят. Ничего. Вот я бы сейчас на месте штурмана трос перекидывал прямо вот туда, куда-нибудь. Вот, 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 вот так надо. Вот так, отлично. Вот, вот, видите, значит он вывешивает машину. И вот теперь лебедица. Вот сейчас, так как закинул колесо, должен, если найдет грунт хороший, смотрите, сколько зрителей, там вроде как и трибуны стоят, но трибуны нафиг не нужны. Вот, вот сколько болельщиков. Нет, не снижай. Едет, 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 едет. Нет, якорь не держит пока. Не найдет грунт, ему бы дальше. Вот мы вчера не убедились, а что туда за зрителей получается. Плаваем. Поставили у вас, мешает Нива немножко. Что, заводиться будет? Столько времени, вверх ногами. Катамара не говорит, садись, прокачу. Отпускать нельзя, надо второй лебедкой. Ситуация. Ситуация. Ничего. Да. Ну, видно, да, аватерлинию, как он лежал. Шноркель. Жаль, со стороны шноркеля. А мозги-то тоже сверху. Еще и до мозгов, наверное, достал. В общем, неприятная ситуация. Будут пытаться поднимать. Ему бы сейчас типа хайджека что-нибудь или второй лебедки. Вот, порвался. Рвется трос. Видимо, старый кевлар. Либо большая нагрузка все-таки. Пятидесятая попытка ли бежения. Уже угол взяли под 45 градусов. И вот это уже хорошо. Вот он сейчас колесо, когда закинет, вот так. А вот теперь вот туда. Все, 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 все. Смотрите, как он близко. Поверь, пошла, родная, пошла. Пошла. Сейчас подключатся задние колеса. А вот отсюда надо выезжать. Будет побыстрее, конечно. Потому что глубоковастенько. Смотрите, как у нас не жулю достает перед собой. Нет, все, якорь перестал работать, потому что расклинило. Нет, тут надо по той же технологии. Сейчас надо залебедить вправо, чтобы поднять левый борт, чтобы колесо зацепилось. И потом опять залебедить вправо. А в эту сторону... Ай! А в эту сторону нехорошо. Не получилось. Так план не сработал. Там, видимо, колея, и он прям в нее наклоняется. Тут получается проблема в том, что лебедка сзади, и она... То есть, как бы он тут ни тянул на клюзе, она жопу старается вытянуть. То есть, морда как бульдозер. Все, встала она. Отбратно. Так, ситуация. Вот что значит одного колеса нет. Тут развернули уазик, получается, чтобы его отодвинуть туда морду и поставить, чтобы туда он выехал уже. Категория спорт. Начинает свое выступление, открывает КБР Лан-7. Нургали Рамазан. Отлично заезжает сам. Дальше лебедка. Добавили им еще одну лужу. Сейчас они проедут, будут выезжать вот сюда. В категории спорт у нас, по-моему, шесть или семь экипажей. Работает якорь. Для этого грунта отлично. Все, сейчас через камыши, потом на подъем по полю вниз через лужу и к нам вернуться. Там, в принципе, ничего сложного. Второй экипаж, Аватар, заехал. Сел на раздатку. Альбек сегодня его штурманит. Это штурман Титана. Вчера были технические проблемы. Валера починился. Отлично. отлично проходит это препятствие прям очень хорошо просто альбек садится и подъезжает малыш у вас малыш ленточку тронул но не сбил передок закинул уже неплохо кто смотрит регулярно видео из кардо уход две недели назад малыш ездил с нами в лес выезжал прикатывал некоторые детальки поэтому тоже якорь каком уголе видимо ну как на метле хотел полететь но не получается с якорем так не летают и коряк сожалению ты ну указаний хоть И смотрим, как работает якорь на УАЗу, чуть-чуть буквально. Там колея какая-то хорошая, прям сбивает, по-моему, ленточку. Да, сбивает, вон, штырь. Куда? Надо маршалу сказать, пускай перевялся. Ну, тут, конечно, не проблема. Манверика, но он прошел вне коридора. Вон, верика, конечно, проблемки. Маршалы вообще не работают. Вообще не работают. Ну, сейчас пройдет, все будут туда лезть, потому что это легкая траектория. Ну, и Вася туда едет. Это вне... Олег! Нет, нет. Итак, аватар обошел где-то на Нургале. Очень легко. А нет, в конце нелегко. Жесткий подъем, жесткий там. Так, Юра, псих прилип. Не работает якорь, очень прям на днище сидит. Маршал восстанавливает ленточку. Так, пойдем посмотрим там. Сам выезжает в Нургале. И теперь ему туда, на горку. Опять? Три ваза. Шум. И кто? Да, извините, это я хватит. Походу, у Валера опять такая же херня. На первом же круге. Как и вчера. Где трос? Куда? А? Псих выезжает. У Валеры. Техническая проблема, как и вчера. Та же самая. Закрутил, затянул. Закрутил, затянул. Левая гора. Там сами выезжают? Ну, вроде, да. Академ. А что с колесом передним? Стой, дай буду. Подъезжает. У шумаффа проблема, течет бензин. Валерия. Приехал Вася. Я бы сказал, ворвался с двух ног. Валерия. Давай, 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 давай. Стой, давай. Стой. Давай, давай, давай. Давай, давай. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Подъезжает к нам Ака Ой, Валеру сейчас размесят всего Отходи, Сань, он сюда выйдет Отходим, отходим, отходим Сцеплению было больно, но выехал Маленькие колеса, конечно, берегут сильно трансмиссию К сожалению, все траектории заняты Куда сейчас поехали дед Нургали, который уже подъезжает, непонятно Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ситуация такая, что машины встали Коридор вроде и широкий Сейчас Нука будет убирать УАЗа И туда заезжать Потом, по идее, надо убрать Аватара Туда может упасть АК А там уже стоит псих Так, Нука вытащил малыша Нука сейчас будет занимать траекторию Валера будет лебедиться сам назад При помощи блока Неплохо Главное, морду закинул уже хорошо Они сейчас сюда выезжать будут Ах, как больно спустился Нверик Сейчас будет заезжать, смотри сюда О, у Верикова бросики Ага Отходите дальше Как работает Нумик новый Новенький Супер Стоун Просто в натяжечку зашел в эту горку Это просто кайф какой Потерял трос Так, псих Какие-то интересные пружины у Юры Большие витки, потом узкие винты Я таких не видел То есть прожимаются Будет лебедить на верх Там Вася рубится с первой ужины Ну, там уже все знают, как проходить Поэтому нет проблем Так, Юра завелся Отлично работает якорь сейчас В тяжелом грустном У Юры по-прежнему не работают сегодня эти И вчера не работали принудительные блокировки жесткие Поэтому едет на свободных Отлично, отлично Нет Сам не заедай, вот сюда Сам заедешь? Да тут заезжали уже, Сань Там заезжали Уазик, сила, бой Да понятное дело Ну видишь, заехал Первый, вот так поклеен Да Порезал Проблемы какие-то у Верика Машина дымит, тяги нет Зачем водители бросают газ вот в этот момент я не понимаю То есть, это же нагрузка такая Выехал бы сразу и все Ну чуть-чуть Я сейчас залезу, посмотрю Прости, куда они выезжали, бро Давай Ты чуть поднимешься? Я каразащиткой зацеплю Давай, уходи Я поехал, да? Отдам Че, будет? Отдамать или игру въезда? Да, будет По старой Да 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 А А Потом Что потом выж closed Дель Край Дель Край Дель Край Дель Край Валера, где Валера сидел накопал, туда падает Вася. Примерно все одинаковые колеи, тут просто накатали уже потверже. Надо сдернуть, надо сдернуть, а на! Пробил, молодец! Шумав продолжает гонку и устранили какие-то неполадки мелкие. Штурман сразу готовится лебедить наверх, машина уже на изготовке, забирает лебедку и поехали! Блокировки сегодня у него работают, починил. Установлены, конечно, пневматические хардлоки. Вот специальная защита, разработанная хардлоком для военных мостов. Потому что пневматический цилиндр находится снаружи, потому что внутрь его невозможно поместить. И очень просто заезжает. И сейчас будет выставляться заезжать сюда. Своим ходом, наверное. А, у него тек бензин, вот. Были проблемы. Своим ходом. Ой, как он, ну, спокойно. Дальше, дальше, дальше! Молодец! Главное, чтоб трос не намотал. Молодец! Отлично! Прям таки отлично! Вася тут даже сам пытается проехать. Вообще без лебедки. Заскочил сам, вырулился. И проезжает полностью без лебедки! Класс! Молодец! Какое-то, что ты делал? Давай! 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 вот вам и легкая диван на маленьких колесиках я думал они тут поднимаются они тут спускаются поднимается вот у них еще крутая горка но у нургали какие-то проблемы что его обогнали сейчас сразу двое тут спускается а и вообще переделали вон а как у них спуске сразу подъем тут конкретно трассу переделали там где бревно очень глубоко кстати вы вчера туда заехали а бревно плавает вот даже вырезать этот момент не буду смотрите как страдают штурманы на полном приводе руки-ноги якорь рамазан сразу проходит по верху рамазан аккуратно ленту не сбил просто волной за получается завалил камыши лента упал прям четко на углу стоит такая сыпучка я помню мы были на кубке юфо в шахтах это пятый этап был 22 года и там были вот такие подъемы прям сухие прям ностальгия отличная трасса для спорта просто отличная у дверика закусил получается трос в лебедке и вот пытается вымотать нургали поднимается только на лебедке только на лебедке газ давит чтобы два зарядка вот так вот тащит голда спортивная 1 к 75 красавцы болельщики двери за тебя болеют пацаны нашел уазиков шумов висит на раздатке оба моста вывешены вниз они задней еще более юра примерно в таком же положении только чуть позади к ним подъезжает вася и вася так хорошо идет даже как будто на первое место потому что он обогнал муку сейчас но я не знаю насколько его обгонял до этого момента ну-ка вася заезжал вот здесь без лебедки сейчас эта траектория занята там тоже траектория перекрыта потому что она и должна была быть перекрыта шума двигается и наверное вася сейчас поедет сюда потому что коридор для него есть зацепил вася будет вот в этот коридор выезжать почти чуть-чуть не хватило ой немного освежили олежка ну хороший темп очень хороший темп у васей спереди из техно стоят сзади по моему вога которые закручиваются а вот и нургали ну я сколько за ними наблюдаю рамазан практически вообще не разговаривает то есть у них настолько отлаженный экипаж что они уже понимают грубо скажем с полувзгляда что куда кого че делать сказал забирайте все тихо спокойно без лишних суеты ну сейчас подпадут у ну у ну ки по моему нету выжимного нету сцепления передачи передачи втыкает в наглую барбос это котлета с военными мостами двигатель наверно тоже у вас честно подробности прям не знаю там проезжает тракторные колеса решает очень легко получается это препятствие дается этим котлетам как будто трассу хочется сместить вот туда чтобы они прям ступеньку заезжали но так во время гонки делать нельзя а грозный на подъем не заехал и так дебют в этом сезоне в гонках титан про шеви него переделана турбомотор ах не хватило спереди независимая сзади мост выходит по другой траектории отлично отлично едет грозный выходит на лепетки на подъем на первое препятствие подъезжает экипаж пират чеченская республика прототип на V8 трипадоры просвет около 50 сантиметров конечно имеет преимущество пока лебедку только грозный размотал на подъеме и вот подъезжает к этому препятствию должны были перевязать им трассу но не стали оставили как было у спорта олег хангиши сегодня что проедет нет? нет лебедка вот так вот экипаж bumblebee ростовская область V12 встает и многократный чемпион и призер данных соревнований постоянный участник отлично проезжает а что такое? о чем молчим? масса опять масса? я там прыгну на станкову постучу у вас франкенштейн подчинился после туризма и поехал в экстрим в спорт не успел заменили генератор заменили мозги часть там бреле проводки и поехали так то есть даже стартер не крутит? стартер крутит стартер работает даже не пытается захватиться не договорил олег хангшиев это штурман шилки вчера они поломались тоже порвали передний редуктор сошли Олег говорит не накатался хочу дальше штурманить и сегодня Александр Коляга взял его с собой в штурм вторым подъезжает экипаж Титан город Адыгейск на Льби и Альбек экипаж останавливается на Льби почему-то покидает машину какие-то проблемы это первая гонка машина так сказать еще сырая конечно тест драйв у нее был в лесу но все равно гонка есть гонка условия тяжелые постоянно двигатель в оборотах достает бензин а это ящик с инструментами слетел ремень скорее всего слетел ремень смотрят на приводной ремень вот в ту сторону это проблема ручейкового ремня на Шеви Ниве там либо может выходить из строя сам как ваку натяжной ролик в очередной раз напоминаю что угол камера не передает вы понимаете да что машина если бы она больше обычного УАЗа то есть имеет длину если бы могла то спокойно бы заехала сюда здесь просто угол под 60 градусов сразу залебедился воткнул якорь висит на раме на автомате вертикальная ребятка с двумя моторами так как сильно засел на раму сейчас будут лево право и там грунт лучше поэтому сразу туда и там и там и там Будет пробовать своим ходом, но, скорее всего, нет. Лёд! Лёд! Сразу туда! Вот так вот лезет. То есть, понимаете, да, какой угол, что штурман лезет по машине сбоку. Принимает решение Грозного лебедить назад, чтобы вытащить из воды и уже на суше подшаманить, доработать, датчик посмотреть. Грешат на датчик коленвала, как будто попала вода, пропала сеть. Связь, сеть. Хорошая лебедка. Вот так вот она мотает. Видите, какой перелом, что машина висит полностью на раме. То есть, и передний мост не достает уже, и задний уже отрывается, она как качеля получается на детской площадке. Тут нужно хорошо зацепиться. Нет, нет, до сих пор Лёша не может зацепиться. Зачем съезжает Бамбл Би? Сейчас зацепа вот в таком положении нет ни у передней, ни задней оси. То есть, работает только лебедка. И якорь настолько должен хорошо зацепиться в грунт, чтобы сорвать вот эту плоскость земли, получается. То есть, срезать ее как лопатой. И когда только чуть-чуть перевалится машина на передок, начнет работать передняя резина, и тогда пойдет легче. То есть, важно найти вот этот именно зацеп на якоре. Нет, вырывает Лёху, и все. Лёх! Лёха! Лёха, вот туда зайди! Так, а экипаж пират у нас проезжает. Да! Сразу лебедится туда, чтобы не терять... Ой, на трос наехал, все нормально. Все нормально. Очень плохой звук из заднего правого колеса, из бортового, либо из тормозного редуктора. Ну, вы поняли, да? Как он называется? Тормозной суппорт. Вот. Звук плохой. Но моя подсказочка опять сработала, так что я тут не просто так сижу, ребятки. Пират первым и пока единственным приезжает у нас на второй круг. Глубина, как видите, соответствует экстриму. Не рвут машину абсолютно. А, у них два якоря, ничего себе. Один на капоте, другой вот сбоку запасной, я так понимаю. Неплохая подготовка. О, оживили. Какая-то рылюха не работала. Оживили Грозного, сразу Олег приступает. Не-не-не, газуй, газуй, родной. Работает якорь в этом грунте. Ничего себе. Ничего себе, как он зацепился. Неужели пират настолько легче Бамблби? Не, ну то, что... Ну, на сколько килограмм? Олег, же. Олег. Олег, вот там иди. Не залезешь тут-то. Себе. Ты че, ты кто, ты, воин? Не лезешь. Человек-паук. Олег, Олег, Олег. Да не слышать не надо, не отвлекай. Саня, в его же дырку пусть не летится. То есть он как только начин... Что за космос, что за космос? Что за космос? Главное воскресили, это уже хорошо. Остальное ерунда. Уже главное ехать. Вторым, третьим, пятым, неважно. Главное ехать. Итак, сейчас будет интересно. У нас подъезжает Бамблби. И скоро подъедут пират и сразу за ним Грозный. Сейчас здесь будет борьба штурманов. Получается Бамблби... Какой круг? Второй. Грозный тоже на второй. А пират им привозит уже один круг. Отработал, отработал якорь. Неплохо. Очень быстро заехал Бамблби. Есть возможность сейчас, вот в этом моменте, наверстать очень много времени по второму кругу и уйти на третий. И сразу ходом, без блокировки, задний просто заезжает. Что? Как это возможно? А где физика? Алло. Пират. Ай-ай-ай. Драгоценную траекторию теряют. Сразу готовятся на случай, если вдруг Грозный заглохнет. Оттуда лебедица Саша. Но это называется наверочку, чтобы точно, без блокировки пытается выехать пират, не работает передняя блокировка. Не сработал якорь. Ой, как вырвал. Я понял. Сразу, сразу надо, сразу ехать. Пират сразу лебедица. Можно выставиться, заехать самому. У пирата не работает пневмон. Ох, как Саша заехал. Прям на тоненького. Одновременно, одновременно. Грозный сам вылетает на суперсложный сухой подъем. Пирата даже не видно. Саша, надо отыграть еще один круг. Пирата до сих пор нету. Едут сразу, едут, не теряют время. Ой, как занимают траекторию. Вот это вот важные моменты. Вот они, два брата, два брата штурмана. В разных виде пазах. Какая интрига. А, они же реально братья, да? Да, они есть. Леха и Олег. Будут пробовать Грозного вот в ту вертикальную стену лебедить. Нет. Леха, сразу наверх. Ту никогда. Ту-рех. Ну, это Megan. Ту-рех. 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 Ты куда? Ты куда? Ты куда? Ты куда, буйуй tree? Ты куда? Нет. КОНЕЦ Смотрите, как стравлена резина В это время, пока тут лебедились, и эти страсти происходили Приезжает пират в спокойном темпе Саня, ноги! Опасный какой человек Музыка 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 Анатолий, Анатолий! Анатолий, 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 Анатолий. А я всегда говорил, у Ахмы очень хорошо крутит движок, и УАЗ очень как-то, ну очень легко ездит по воде, он вообще воду не чувствует. Очень мало троса, они же сегодня его там резали, перерезали, и говорят, лебедись наверх, он говорит, нету столько троса, нету. Юра, покажи ему ту ямку, куда они лебедились. Да, они же его резали сегодня, сколько раз. Ну вот, видимо, так и поднимались долго. Так, я запутался в кругах, честно. Брат, закинь морду, потом залезешь, морду закинь. Ой-ой-ой, как Олега кинула. Не держит, не держит. Дальше надо. Грозный выезжает. Грозный выезжает. Грозный выезжает. Бамблбик где-то поломался, стоит, давно нету. Работает, брат, работает! Работает, брат! Работает, брат! Работает. Работает. Убрал лебедку. Средние 5% зарядки камеры и у нас заводится на льби. Починились, собираются и сейчас поедут. Хотя бы пару кругов надо сделать. Резина Ванда, 37-я. Очень быстро, очень быстро. Просто по прямой. Ему бы сюда нормально было. И на горизонте проезжает Грозный. Все в гонке, все в гонке. Больше часа уже идет. Категория экстрим и все борются до сих пор. Так, я нашел Бамблби. Грузят его сразу на платформу. Категория экстрим. Че с Бамблби, Юр? Мотор закончился, но они ожидали этого. Они этого ожидали. Будет пробовать или нет? Ну тут никто ходом не заезжает. Сели, бьются. Тут и штурманов-то с бутсами. Все равно на полном приводе надо вскарабкиваться. Турмамер-то сель. Турмамер-то сель. Турмамер-то сель. Медленнее 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 Друзья, ну вот и закончился этот замечательный уикенд Подошел к концу второй день Шестого этапа чемпионата Краснодарского края Это были, как всегда, супер насыщенные дни Сегодняшний день прям вообще экстрим сделал эту катку Как говорится, вообще просто уйма эмоций Опять перевороты, грозные поломки, нервы штурманов Это все бесценно смотреть, особенно вживую Отмечу опять же, что спасибо, что подходите на этапах Респектуйте, говорите, что я виноват, что вы сюда приехали Потому что смотрите эти видео, вам нравится И вы приезжайте смотреть А более того, что даже еще и кто-то и участвовать Благодаря этим видео Значит, я что-то делаю правильно В общем, спасибо всем, кто досмотрел Особенно до этого момента Два видео, огромных, длинных Не забываем, что под видео всегда есть ссылки Куда вы можете подписаться Это в ВК Сейчас дублирую все видео в ВК Вы можете ВК-видео смотреть на телевизоре В хорошем качестве В телеграм-группе SKRD Offroad Постоянно новости В общем, все как всегда было интересно Всем участникам спасибо Всем зрителям огромное спасибо А кто посмотрел, поставил лайк Отдельный респект Всем удачи и пока До встречи в новых видео на бездорожье Субтитры сделал DimaTorzok